Хорошо, умничка, побежала, побежала, побежала. Проснулась, проснулась, бежать надо уже. Подсказки тренера во время спринта помогают при переходе. Специфика триатлона возможности быстро перестроиться с одного вида на другой. В зимний период спортсмены потягивают разные дисциплины и готовятся на турнирах по акватлону и легкой атлетике. Итог выступления одесской команды на трех стартах во Львове, Харькове и Сумах. Семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали. Александра Заровная везде пришла первой, кроме забега с барьерами. Через месяц она едет на чемпионат Европы по легкой атлетике в Турции. Главное сейчас подтянуть плавание с бегом, потому что он у меня чуть подхрамывает вот эти два вида. А так поехать на Кипр на сборы и готовиться к следующему летнему сезону триатлона. В Сумах я отобралась в Турцию и там, где будет происходить чемпионат Европы, то есть четыре девочки там будут, точнее три соперницы мы. Это Белоруссия, Турция и Франция. То есть с этими девочками мне надо и посоревноваться. Четыре одесских триатлониста в резерве сборной Украины. А это шансы поехать на Олимпиаду. В этом году одесситов ждут серьезные испытания и они понимают, что необходимо преодолевать себя. Арина Бабич выиграла два золота сразу после травмы ноги и почти без подготовки. Мой тренер все равно вызывал на меня надежды и это приятно. Этот старт поменял сейчас много в моей жизни. Я воспринимаю его как урок. И если многие люди думают, что спорт это так легко, как бы спорт без травм, там ничего не происходит, надо просто легко выигрывать, то на самом деле это ошибка. Потому что я считаю, что если у спортсмена не был никогда травм, то он не знает, что такое настоящий спорт. В сентябре Бабич выступит на чемпионате Европы в Греции. Это важнейший старт года. На подходе и талантливая молодежь. Веронике Заровной всего 12 и одни из первых медалей для нее особенно ценные. Нас готовили, делали массажи каждый вечер. Перед соревнованиями мы устраивали сборы, но как не сборы, а собрания. И он нам говорил, как правильно бежать, рассчитывать свои силы, чтобы не упасть, не зацепиться. Я готова бороться и хочу выступать на Олимпийских играх, на разных чемпионатах Украины, на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Я буду вспоминать о своих медалях и буду гордиться ими, потому что это мои практически самые первые медали и по легкой атлетике не только. Мирон Бойко взял два серебра и летом в Испании будет бороться за лицензию на юношескую Олимпиаду в Аргентине. Кирилл Новиков взял бронзу. Впереди три атлонистов ждут сборы на Кипре. Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.